Будьте здоровы, кишкоблуды! Ладно, ладно, шутка. Всех ценю, всех уважаю. И, собственно, голосование в группе ВКонтакте определило, что быть этому видео. Сейчас я расскажу о том, как планирую раскладку, продуктовую себе на ближайший поход. Сразу же хочу сказать, как бы подчеркнуть, что это никакое не обучающее видео, то есть не нужно воспринимать это как учебник, потому что это просто отдельная раскладка, отдельное планирование на отдельный поход лично мной. То есть каждый поход я планирую отдельно, каждый поход он чем-то отличается, то есть иногда ставлю эксперименты, иногда довольно смелые. Иногда бывает, я это называю кишкоблудный поход, когда там жрачки немеряно, там и шашлык может быть, и картошка, и морковь, и все, что хочешь. Вот, иногда бывает такой суходрищенский поход, это когда там почти ничего нет, там несколько пакетов гречи, соли и все, и чай. Вот, и то, чай-то иногда не бывает. То есть, ну, в общем, это все абсолютно индивидуально, в зависимости от похода. И сейчас будет рассказ исключительно о предстоящем походе в Карелию, который состоится в ближайшее время. Для удобства понимания тех, кто пока слабо понимает в раскладках, в планировании, я это все разложил так более наглядно, более удобно. Вот все, что здесь сейчас лежит, это вообще все продукты, ну, за исключением только одного, может быть, элемента. Ну, двух, ладно, двух. Собственно, сейчас об этом и начну рассказывать. Вот, но прежде чем начать рассказывать, вот, я думаю, что вы уже обратили внимание на футболочку, который в левом нижнем углу, вот, обязательно зайдите в магазин artcrafter.ru, то есть, ребята занимаются продажей очень качественного брендового снаряжения, известных брендов из всевозможных известных стран. Вот, и не забывайте, что у вас там скидка 10%, если введете промокод. В общем, ссылка и промокод будут в описании к этому видео. Заходите, в общем-то, экономьте деньги и покупайте качественное снаряжение. Вот, это была минутка рекламы. Ну, а теперь начнем. Обзор, естественно, в трусах. Значит, для удобства я разложил это все по дням. То есть, вообще, немножко теории. Походы, они, то есть, походные дни, они бывают автономные. То есть, существует, так называемый, автономный период. Это такое время, когда ты находишься в походе и не посещаешь, то есть, твой маршрут не пересекает какие-то места или населенные пункты, где бы ты мог пополнить запасы провизии. Ну, и вообще-то, с чего-либо. Запасы вообще чего-либо. Собственно, ближайший поход в Карелию, который сейчас у меня запланирован, у него есть четкий автономный период в 5 дней. Значит, этот период в 5 дней я и делаю раскладку. То есть, это то время, когда я все, что буду есть, буду тащить на себе. Соответственно, после 5 дней я уже могу это где-то докупить. Здесь, значит, три столбца. Это завтрак, обед и ужин. Значит, можно обратить внимание, что вот, да, дни, дни с первой по пятой начинаются сверху. То есть, это первый день, второй день, третий, четвертый и пятый день. То есть, вот это вот здесь должен находиться первый день, завтрак первого дня, но его здесь нет. Почему? Потому что в рюкзаке я его тащить не буду. Я буду находиться в поселке, в одном из поселков. Я там буду ночевать. Собственно, утром проснусь. У меня будет возможность поесть, не тащая это все в рюкзаке. Поэтому завтрака первого дня нет. Но в первый день есть обед. Вот он, обед первого дня. И, соответственно, дальше пошло ужин первого дня, завтрак второго дня. И вот оно так вот и пойдет, пойдет, пойдет. Теперь, значит, по принципу комплектования вот этой раскладки. В прошлом походе в Карелию, в июньском, значит, я уже, собственно, рассказывал, то, что я сейчас испытываю для себя сублимированные продукты. Вот эти вот серебристые пакетики, которые здесь лежат, это сублимированные продукты, всевозможные. Ну, собственно, одного похода мне достаточно, мне хватило, чтобы понять то, что сублимированные продукты – это вообще классная вещь. То есть это не БПшки, это не какая-то химия, это нормальные продукты, сделанные качественно. Но их преимущество в том, что они очень легкие по сравнению, допустим, с другими продуктами. И меньше места занимают в рюкзаке. Это очень важно. Их удобно готовить. То есть основу раскладки будут составлять по-прежнему сублимированные продукты. Итак, значит, возьмем обеды. Вот они, обеды. Все обеды – это суп. То есть на обед у меня каждый раз будет суп. Здесь пять различных супов сублимированных. Начинают, значит, первый суп. Ну, это, конечно, музыкальный суп. Потом идет суп харчо. Так, здесь пюре картофельное. То есть, видать, не было супа. Здесь будет пюре картофельное на обед. Дальше суп с фрикадерками. И борщ московский. То есть, вот, да, единственное, что вот один суп, значит, не суп, а картошка. Ну, ничего страшного. То есть, значит, это все супы. Обед будет быстрый, где-то на ходу. Его нужно сделать быстро. Супы делаются быстро. То есть, по моему уже полученному опыту, сублимированный суп до готовности, его нужно настоять где-то пять-семь минут. Этого достаточно, чтобы его съесть. Значит, здесь видны конфеты. Вот эти вот. Десять конфет у меня будет на пять дней. По две конфетки в день. То есть, одна конфетка в день. Это, значит, непосредственно в обед, когда непосредственно будет сам обед с чаем. И вторая конфетка, она будет уже после обеда, между обедом и ужином, так скажем, в переходе на маршруте. Значит, между завтраком и обедом я буду подкрепляться в пути перекусами из смеси орехов. То есть, у меня будет небольшой пакетик. Весом он будет, ну, максимум грамм 150. Вот, и может быть, даже 120. Вот, и, то есть, я буду постепенно между завтраком и обедом есть орешки. По пути. Здесь просто этого пакета нет. Я их еще не купил. Куплю непосредственно перед походом, чтобы они были свежие. Теперь, значит, что касается завтрака. Ну, как уже сказал, в первом деле завтрака я не несу, потому что он будет в поселке. Дальше, значит, завтраки. Вот здесь вот можно обратить внимание на завтраки по два пакета. Почему? Потому что завтраки должны быть плотные. То есть, ну, в общем-то, это известно. Завтрак – это самый плотный должен быть прием пищи в течение дня. Первый день у меня будет довольно трудный. Там будет 20 с лишним километровый переход с рюкзаком с большим. Вот, поэтому, значит, на следующий день предстоит подняться в горы. Соответственно, будет плотный завтрак. На третий день – это уже непосредственно в горах буду я находиться. Тоже завтрак должен быть плотный. Четвертый день – это, значит, первый день сплава. Там тоже нужно обязательно иметь плотный завтрак. Ну, и последний завтрак, он вот состоит из одного пакетика, небольшой. Но это, так скажем, уже под конец можно и потерпеть. Даже если вдруг там будет как-то хотеться кушать, можно будет потерпеть. Ничего страшного. Здесь вот слева такие синие пакеты – это кофе три в одном. Обычный растворимый кофе Макс Ло Хаус. Вот, вообще я люблю кофе по утрам. Но я не стал брать на каждое утро. То есть я взял два пакетика, потому что в остальное время буду пить чай. Ничего страшного, ничего не случится. Значит, что касается ужинов. Вот здесь вот ужины. На ужины будут также сублимированы всевозможные продукты. Допустим, в первый день здесь вот запланирована гречка, потом будет рис, потом будет снова гречка. Здесь вот она с грибами, а здесь со свининой. И, соответственно, четвертый ужин – это картофельное пюре. Пятого дня, пятого ужина, опять же, нет. Потому что в этот день, на пятый день к вечеру, я уже планирую добраться до очередного поселка, где уже смогу пополнить запасы провизии в магазине. Значит, как видно, что здесь разнообразие. То есть на каждый ужин, каждый день – это что-то свое, что-то разное. То есть не будет вот этого вот, так скажем, одного и того же, когда, допустим, где-то в походе, в каком-то я часто беру с собой гречку. И у меня уже установился такой режим, то, что у меня на ужин гречка, на завтрак и рис. Ну ладно, это там два дня, ну три. После это уже, конечно, начинает немножко надоедать. А не нужно забывать то, что еда в походе – это не только пополнение энергии, но еще и психологический момент. Вот когда у тебя каждый день что-то разное, настроение, конечно, твое улучшается. Но при том, что сублимированные вот эти вот пакеты на ужин обязательно будут, здесь вот видно, есть несколько пакетов вот таких вот. Это обычная стандартная варная гречка. Ну, уже привычная и мне, я думаю, что всем. Я взял с собой всего лишь три пакетика. Для чего? Опыт, опять же, мой показал, что вот такого пакета, сублимирного, 40-граммового, ну, лично мне мало для того, чтобы наесться так плотно. Вот, поэтому я с собой возьму три пакетика обычной варной гречки и буду их варить вместе с сублиматами. Вот, кстати, не сказал насчет завтраков, завтраки тоже так же. То есть, они все разные. Если, допустим, первый завтрак во второй день, это будет каша пшенная, пшеничная каша, два пакета, то на второй день это уже, на третий, точнее, третий завтрак, это уже пюре картофиное, четвертый это уже рис, и на пятый день это снова каша пшенная. Вернемся к ужинам. Значит, на ужин, помимо какой-то гречки, либо риса, либо еще что-то, то есть, помимо основного блюда, я здесь, значит, положил вот такие вот печенья. В чем особенность? То есть, это вот маленькая такая пачка маленького печенья. Здесь пять печененок. Вот, я их обычно заматываю скотчем, вот так вот, со всех сторон. И, соответственно, эта пачка очень удобна, то, что это одна порция на одного человека. Если, допустим, там нужно экономить вес, то, соответственно, эту пачку можно разделить на двух человек. Это очень удобно, вот, они легкие, и при этом с чаем очень замечательно пьются углеводы, то есть, все равно какая-то энергия, плюс замена хлебу. На обеды и на завтраки вместо хлеба я уже, опять же, по традиции буду использовать вот такой вот крекер производства Любятова, янтарный с луком. То есть, это что-то типа галет, вот, только они такие немножко солененькие, потому что соль все-таки необходима в походе, она с потом теряется, вот, а здесь они солененькие, и замечательно идут вместе и с супом, и на завтраке. Значит, если вот эти вот все сублимированные пакеты с гречкой, с рисом и с остальными блюдами, они уже содержат в себе какой-то наполнитель, помимо гарнира, да, то есть, допустим, вот здесь вот идет каша гречневая с грибами и сметаной, здесь рис с куриной грудкой, здесь, допустим, картофель с печенью и луком, ну, то есть, это уже что-то. То, допустим, просто крупу есть, ну, можно, конечно, да, можно, но, то есть, вот именно в этом походе не хотелось бы, поэтому у меня есть вот такой вот пакет сублимированный мясо птицы, то есть, вот его масса всего сколько здесь? 50 граммов, 50 граммов вот такой пакет, но его за глаза и за уши хватит вот на эти три пакетика гречки, вот, ну, собственно, об этом еще будет показано. Так, значит, ну, про перекусы рассказал, то есть, между завтраками и обедами перекус у меня орехи, между обедами и ужинами перекус у меня конфетка, вот, на всякий случай, так, НЗ, НЗ, неприкосновенный запас, это две шоколадки, то есть, мало ли чего, они у меня будут, я их есть не буду, но, то есть, там может быть день только на четвертый, если что-то, могу и съесть. Чай я буду пить Дилмах, то есть, мой любимый чай, это реклама, то есть, это абсолютно реклама, я всем советую чай Дилмах, пью его сам. Ну, и, собственно, вот здесь вот такой вот сублимированный пакетик, здесь, значит, сублимированный сок из ананаса, малины и яблока, то есть, его я выпью, если мне уже, ну, совсем осточертеет кофе и чай. Вот, собственно, такая раскладка, значит, в чем ее особенность, в чем ее, значит, особенность, в чем ее преимущество, то есть, основа, как видно, составляют сублимированные продукты, это максимально экономит мне вес, потому что у меня будет большой рюкзак, там будет лодка находиться, сплавное снаряжение всевозможное, то есть, мне нужно облегчить рюкзак и уменьшить объем. Сами пакеты, они, то есть, внутри них находится газ, вот, я иголочкой аккуратно проколю, выпущу газ и заклею дырку скотчем. Газ в сублимированных продуктах, значит, содержится специально для того, чтобы подольше сохранить эти продукты. Ну, собственно, здесь уже речь идет буквально там на две недели, то есть, за две недели они не испортятся и без газа. Значит, я их проколю, заклею дырку, выпущу воздух, заклею дырку скотчем, и они у меня уменьшатся еще сильнее. В итоге, вот, если всю эту раскладку скучковать, это получится, ну, совсем небольшой объем, вот, буквально, наверное, вот столько. То есть, буквально там 5 литров, может быть, если вот так вот в литры переводить, 5-6 литров, не более. Вот, соответственно, рюкзак у меня 125-литровый будет, основной, я так думаю, скорее всего, хотя могут быть еще изменения по снаряжению. Ну, то есть, вы представляете, да, то, что из 125-литрового рюкзака продукты будут занимать всего лишь 5 литров. То есть, это, ну, абсолютно, как бы, приемлемо для продуктов. А главное, что вес этого всего, всей этой раскладки, вот, ну, вот, сейчас точно не могу сказать, но вот в среднем, если так возьмем, мы в среднем пакетики весят по 30-40 граммов. Сколько их тут? 4, значит, 10, 15, полкило. Еще 300, это получается 800. Ну, в общем, чуть больше килограмма получается. Вот, если взять все продукты, вес, вот, я даже не знаю, будет ли килограмм, но если и будет килограмм, то не намного больше. То есть, на 5 дней килограмм продуктов. То есть, получается 200 грамм в день, примерно, там, плюс-минус. Вот, я считаю, что это очень даже неплохой результат, при том, что калорийность этого всего довольно высокая. Вот, а главное, то, что это разнообразие. Кстати, не нужно бояться сублимированных продуктов. Вот, стоимость их не космическая совершенно. Вот, ну, конечно, они подороже, чем, допустим, вот эти вот варные пакеты. Подороже, но ненамного. Поэтому, в принципе, то есть, я думаю, что это все могут позволить. Вот, ссылку дам в описании, то есть, на сайт, где это можно все найти. Вот, ну, их много, в принципе, сайтов, можно и в Яндексе поискать. Вот, собственно, такая раскладка. Вот, вот, я уверен, то есть, то, что я не буду голодный, и в то же время будет большое разнообразие. Вот, ну, и обжираться как-то от пуза точно не буду. Вот, конечно, при еще более жесткой экономии веса можно было бы сократить еще. Допустим, печенье уменьшить, там, на две пачки. Варные пакеты с гречкой убрать. Вот, ну, и так далее. Вот, а так, это вот раскладка на пятидневный автономный поход. Так, получается, что все. В общем, если какие-то вопросы, задавайте. Вот, и не забывайте, что в группе ВКонтакте в ближайшие дни будет очень интересный конкурс с очень интересным призом. Заходите в магазин ArtCrafter, не забывайте про скидки. А скидки на все остальные магазины также в группе можно в специальной теме посмотреть. На этом пока прощаюсь. Ближайшее видео уже совсем скоро.